они раздирают просто таксисты ребята индия добро пожаловать как-то в руках первое впечатление от утра ну вот наконец-то мы увидели пирамиды поднялись на крышу нашего отеля потрясающий будем завтракать с видом на пирамиды мы находимся в гизе друзья приехали вчера ночью прилетели в 3 утра еще пока непонятная ситуация совсем будем наслаждаться пирамидами я их вижу черт возьми я хотел их увидеть очень давно вот такой он город гиза вот на улице очень жарко все-таки пустыня там пустыня сахара вот такие вот крыши домов здесь все свалено мусором походу как в россии все что не нужно балкон сводит здесь возят все на крыше ковры и шины шкаф какой-то где радость братом лица я не вижу не вижу радость смешно из-за того что ночью вчера мы увидели разрушенный город начать прочитать через голос спящих людей агрессивных араб которые кидали машину камни первое впечатление о гизе конечно пока вызывают опасения потому что пока мы ехали с аэропорта в нашего водителя который мы заказали из отеля кидали пацаны на улице камни то есть видимо как бы они были в обиде что он везет иностранного туриста не в их отель не в их комнаты вот и прямо и проходили подбегали с палками игра понимали что он их игнорирует и едет дальше они кидали в него камни вот такая вот крыша нашего хостела здесь можно кушать курить кальян столовка такая вот здесь не готовится кофе приятного аппетита другу спасибо мой друг да посмотрим что у нас тут есть фалапель и бутерброд утро которое начинается вот так друзья вот такая вот жизнь видно по домам что далеко не самое сладкое самый туристический центр и такой бедный египтяне застроили всю гизу прям плотную к пирамидам то есть вот район жилой и он подходит прям плотную забору вот забор берите который огораживает территорию пирамид но вот с другой стороны вот там вот там бескрайняя пустыня местные тишки играют футбол ну как футбол с мячом играет что позавтракали выпили кофе сейчас пойдем пирамидам посмотрим на что мы способны в этой стране все вышли мы из отеля пойдем на свой страх и риск и изучать гизу вот такая гиза опа лошадка на средств передвижения чтобы добраться до гизы вот пирамиды тикет офис где можно взять билеты для того чтобы попасть пирамиды ну тут непонятно что это тикет офис конечно и вот эта вот клеточка через нее мы покупаем билеты зашли на территорию пирамид идем к сфинксу пирамиду пока все отлично бро расскажи на камеру свои впечатления от людей и от внутренней организации я в шоке здесь не написано тикет офис на тикет офисе вообще абсолютно непонятно что это за здание куча людей вот таких вот вот он сфинкс со стрельным на когда-то наполеоном носом почему легенда вообще нет если обычно на фото видео здесь толпы сейчас 2020 году все иначе жарко даже не верится что все таки мы добрались до пирамид самая бедная часть его на кизу от пирамид вот так выглядит выглядят жилые районы конечно это нищета разруха смотрите вот здание все как будто после войны хотя никакой войны здесь конечно не было что это мусор 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 вот такой вот каир такой город виза где мы разместились в отеле недалеко от пирамид ну как недалеко буквально вот спаривать нам лошадь залезли на небольшую пирамидку сфоткаться оказалось что это пирамида мы думали просто холм согнал нас охранник вау здесь ведутся раскопки правда посмотрите как это происходит вот так вот и копают археологические всякие находки вот это колорит я посмотрите она настолько огромная но все это перемешивается с бедностью этого этого города бедностью страны это не невозможно скрыть вот на таких повозках они возят людей пытаются тебя посадить всеми возможными способами на эту повозку отвезти продать обобрать себя и даже есть туалет и все-таки это такая зона туристическая музея пирамида кого-то хеопса хеопса рука хочет прикоснуться антоша прикоснулась спасибо ну чё антон готов подняться наверх погнали тишлават да а депчинь чё как ощущение тончик подниматься на самом деле продолжаем обходить пирамиды маленькие такие огромная просто пирамида просто огромный вот чувак идет с нами он без остановки просто за нами ходит мы уже прошли не знаю сколько он идет и говорит 300 потом искать 300 это дофига говорит да ладно 200 уже сотку ну чтобы повозить нас по всем короче пирамидам по всем окрасностям показать ну все замечательно мы блин и так пешком дойдем спокойно нормально как чувак достал на сумму он шел за нами пока только что отъехал от нас последний шанс у вас возможность вернуться со мной это все раздолбанные пирамиды мы идем вот одна из трех уцелевших целых самая маленькая мы идем на холм идем уже наверно минут 20 вот небольшие пирамиды для жен фараонов и пирамида большая для фараона бескрайняя пустыня сахара начинается прямо от пирамид вот мы стоим около пирамид вообще ни души кроме нас идем по пустыне что получить лучший вид на пирамиде вот отсюда открывается вид на сразу 6 пирамид 3 маленькие и 3 основные большие пирамиды лучше ведь который здесь очень долго идти по песку в пустыне нужно отбиваться от местных манки бизнеса зазывал которые хотят сделать деньги обмануть самое опасное место какие-то подземные ходы под пирамидами наверное под нашими ногами тоже много еще такого все как фильмах наверное ужасов я не знаю про пирамиды пирамиде мы все эти достопримечательности очень такой легкой доступности здесь нет вообще почти практически запретов куда ходить как ходить кроме того что нельзя залазить на пирамиды за это штрафа несколько тысяч долларов вот поэтому рядом пожалуйста есть есть возможность подниматься на пирамиду поднимайтесь людей которые здесь работают коронавирус очень сильно ударил по бизнесу как сказать бизнеса пап comments и туристическому заработку туристов здесь практически вообще нету посмотрите пусто пусто нету никого практически я не знаю как они конечно зарабатывают катаясь на верблю какая катая на верблюдах на лошадях на колесницах продавая воду если здесь блин просто никого нет это печально это на это больно смотреть они все очень сильно агрессивные злые какие-то не знаю такая напряженная обстановка едем в центр города сдачу дает я сдачу экченж но он он пока ждет долго полчаса полчаса да 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 давай только перейдем чтоб не сбили нас бро я пока поставил ладно спасибо чёрт началось блин так выглядит переход пешеходный такой пешеходная зона переход в каире вот мы идем на кизе точнее идем идем чтобы перейти на другую сторону дороги от я спрашиваю сколько стоит колонка 6 игрок я подхожу как беру отдаю даю сотку не дает сдачу 90 ягру чувак еще 4 лир он такой нет и по 15 он тыкать на другого а тот говорит 6 тот такой делает лицо типа ты дурак это туристы нужно было больше сказать отдает вам сдачу до конца не понимаем когда это метро всем таксистам говорим мол типа до метро до метро они не хотят вести пиздаш дело не в деньгах непонятно вот маршрутки есть они тоже отказывают фиг знает как ехать пока идем пешком идем идти пешком два часа надо что-то с этим конечно решать а дойдем на главной дороге и будем как-то решать стать потому что не вариант маршрутки смотрите сортировка мусора которая происходит в ручную женщины это тоже делать на эти женщины мусор собирает женщины вот такой вот он странный город такая грязью бы конечно из-за это помойка даже после индии это кажется очень очень грязно но эти автобусы просто разбиты в пламени идем по гизе здесь дыра дырой конечно как нам дойти до метро вообще непонятно такие вот здесь лабиринты тук-туки ездят но никто вести нас не хочет непонятно что делать никаких правил дорожного движения соответственно здесь конечно же нет никаких очень опасно переходить дорогу здесь на каждом шагу до подстерегает опасность быть задавленным либо лошадью либо тук-туком бро тебя забил час какая точила вот так выглядит автобус я так понимаю все ржавые в хлам разбитый ушатанные потому что здесь постоянно идет постоянные движения и все друг друга подрезают они сплюдают никаких правил дорожного движения конечно же мусор но как же без него ух чуть избили антон как твои эмоции расскажи мне кошмар я представлял себе что-нибудь такое кошмар кошмар такой жёсткий биш то что мы хотели да да ух очень все такие агрессивные конечно да что там всем нужно а показываю как выглядит ой ногу подвернул блин показываю как выглядит пешеходная пешеходная часть в Каире в Гизе точнее мы еще до Каиры не добрались поселились в Гизе потому что ну хотелось пирамид полоса идет в одну сторону вторая полоса идет во вторую сторону мама что это что это остановка в полном шоке такого зикого настроя такого вообще беспредела я не видел даже в Индии наверное мы едем в автобусах водитель автобуса курит люди ходят копаются на себе все скрываются дойдет уход и мы идем метро метро гиза доехали до метро на автобусе стоили всего 7 фунтов классная цена да? классная цена доехали бы дешево быстро всего Идем на метро, едем в даунтаун, поедим наконец-то? Вообще на похер просто, смотрите! А вот и метро, которое идет по верху. Это Каир, детка. Вот такой вот он ужасный, страшный и одновременно безумно энергетически всасывающий просто. Это вход в метро! Это вход в метро, боже! Спасибо! Да, все верно, это вход в метро? Да, это метро в Каире, вход в метро. Вот такой, обшарпанный, убитый, конечно, вообще в хлам. Там коронавирус, не, я не слышал. Ни одного человека в маске, абсолютно нет вообще. Ни одного человека в маске, стоим в очереди за билетом. Вот тикет офис. Ага! А вот и карта метро. Насер, два тикета. Как много тикета? 10? Нормально. Отдавай. Так, мы на станции метро. Сейчас ждем наш поезд. Станция метро Гиза. Так, вот такое метро. В какую сторону? Вагон для женский. Накоемся в метро Каира. Едем в даунтаун, покушать. Вот, ну, нормальное метро. Брат маску одел. Что-то он как-то очкует, да. Смотрите, здесь есть вагон специальный для женщин. Туда мужчинам строго запрещено. И приехали в даунтаун. Здесь, конечно, все совсем по-другому. Не как в Гизе. Ну, класс. Класс. Идем есть. Вот, веники здесь уже. Уже здесь жизнь поцивильней. Здесь уже люди сидят более-менее нормальные. Здесь нет светофоров, и нам надо перейти дорогу. В общем, вот. Что надо делать? Надо делать, как учили, просто идти. Медленно идти. Пошли. О, русская, русская тачка. Брой, я не пойду сейчас за тобой. Сорян, это пипец. Я опять продинамил, короче, вариант пройти дорогу. Дорогу здесь переходит без пешеходного перехода. Поэтому, сорян, я снимать не буду. Я переживаю за то, что меня сейчас на фиг зазавит, короче. Здесь просто все вот так вот переходят, идут. И я вот иду вот так вот, чтобы меня машина не сбила. Ой-ой-ой! Все, я перешел, ура! Мы зашли в Рестик. Их местный ресторанчик какой-то, говорят. двухэтажный или пятиэтажный даже куча ребят на барные стойки поваров готовят еду мы будем пробовать сейчас местную кухню самое распространенное блюдо пришли поесть кошари это местное блюдо которое едят все местные египтяне вот мы взяли это блюдо мокороны и сейчас вот такой еще лайм соус посмотрим попробуем что это такое твари соус какой-то непонятный лайм непонятно что есть вообще здесь ну круто чё будем пробовать первое впечатление сейчас будет как более понятно чем в индии я в индии непонятно все такое макароны какими-то вегетарианскими бабами это нут бро лук жареный да да нормально короче я готов туда есть рядом сюда и да и нет 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 как бы лапше в гонконге и китае вот вы вместе по нашим рублям это 125 рублей или 25 египетских пунктов разнообразие автомобилей от раритетного английский до российской пятерочки семерочки точнее лада 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 вот центральная улица каира даунтаун можно сказать париж не зря называют каир восточным париже вот так выглядит даунтаун каира кажется прекрасно европейские здания балкончики кайф обычный магазик вот продуктовый и там рядом прямо на улице варят кофе смотрите ему прям варят это прям нормальный такой четкий кофе мы сейчас будем пробовать говорят он самый-самый годный даунтаун каира дома не подсвечиваются хоть они конечно и правда очень красивые только витрины ну и переходы конечно через улицу вообще на пофиг просто двигаешься без пар ну так вот они двигаются по улице ребята зазывают там людей в автобус и они нормально кстати снимается даже без проблем он два пальцами чувак показывает если на этом типа респекте нормально закал книжная лавочка очень интересный прикольный это для сапог сапожники и шьют потом по разным размерам разными видами вот как это делается оказывается вот такие райончики и 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 вот понятие что это такое но очень 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 сильно мы решили что а то хочу добиться разбита что это брин остановка короче Остановка Да, движ, конечно, Париж Движ не Париж совсем В принципе, чувствую себя Довольно безопасно Или просто, в принципе, просто пофигу Уже На опыте, как говорится После Индии Да, мясо Человек прям мясо разделывает на улице И сосисочки вкусные Класс Обалдеть, круто Вот такой вот райончик От центра подальше отходишь И все, как-то, до свидания Сидим Торгуем Всем, что попало Живем на улице Ну да, жестко, конечно Вот такой вот каир необычный Мы сегодня увидели футболку с Салахом Главный египтянин, наверное, в мире И, да, кстати, вот он Вот Салах Это просто легенда Египта Здесь все болеют за него Это Мротт Балис, который играет в Ливерпуле Да, он здесь вообще идол Идол Конечно С меня все хотят снять штаны Но боятся Потому что я большой Это автобусы Это автобусы А это дверь И она открыта Смотри, что у меня есть Это вообще буржин Вот тебе забитый полностью автобус Вольсвагены Ну, это автобусы такие Мини-автобусы Просто как селедки Вот они Мы на этой же самой улице, что были днем Только сейчас мы вечером Тук-туки Антук-туки Пацаны хотят нас поиметь бабок Потому что мы снежки А у снежков всегда куча денег На самом деле Довольно безопасное место Если не гиза Гиза немножечко Чуть-чуть напряжена Когда ты идешь по таким улочкам Но Это больше из-за движения Вот таких вот тук-туков Лошадь стоит, да? Из-за людей каких-то таких Громких, наверное Просто ходят Орут что-то там Эй-эй, братан Не братан, а как там Фрэн-фрэн Кричат, короче Так в целом нормально Мммм